Здравствуйте, дорогие подписчики и гости моего канала! Сегодня мы с вами готовим блюдо, которое содержит в себе и гарнир, и отбивную. А именно, свиная отбивная в картофельном кляре. На самом деле, в этом блюде может быть не обязательно свинина. Можно взять и куриное филе, и филе индейки, но у меня сегодня свинина. Начнём мы приготовление этого блюда с кляра. У меня вот в миске начищенный картофель в воде, 800 грамм. Его нужно натереть на крупной тёрке. Можно, конечно, воспользоваться и помощником, электрической тёркой или измельчителем. Ну, так как немножко картофеля я и на тёрке натру. Натёрла картофель. Теперь его нужно присолить и оставить минут на 5, для того, чтобы пустил картофель сок. Потом мы этот сок отожмём и продолжим готовить кляр. Пол чайной ложки соли я насыпала в картошку. Вот так и пока оставим минут на 5. Тем временем нарежем мясо. Я взяла такой кусок мяса для отбивных. И вот тоненькие, миллиметров по 5 кусочки, нам нужно нарезать. Нарезали отбивные. Теперь нужно хорошенько отбить эти кусочки мяса. Для этого я разложу их на дощечки. Накрою полиэтиленовым мешком. Это для того, чтобы, когда буду отбивать, брызги не летели во все стороны. И хорошенько отбиваем. Теперь отбитые кусочки нам нужно посыпать солью и перцем тоже с двух сторон. Слегка вот так вот размазать специи, чтобы они прилипли к кусочкам мяса. Мясо приготовили. Теперь продолжим заниматься кляром. Картошка наша пустила сок. Сейчас нужно её отжать. Отжимать я буду руками. Прямо вот в эту же ёмкость. Отжимать нужно хорошенько. Лишняя вода нам не нужна. Вот посмотрите, сколько сока с картофеля. Он нам не нужен, мы его выльем. Отжатый картофель возвращаю в большую чашку. Добавляю 100 грамм сметаны. Сметана может быть любой жирности. Первым, что добавляю сметану, для того, чтобы картофель не темнел. Он и так слегка поменял цвет. Видите, не очень беленькая картошка. Но в сметане есть кислота, и наш картофель сейчас будет беленький. Давайте хорошенько перемешаем картофель со сметаной. И затем уже будем добавлять все остальные ингредиенты. Далее добавляем одно яйцо. Перемешиваем. Три зубчика чеснока выдавливаем в картофель через пресс. Перемешиваем. Теперь нужно в картофель вмешать 100 грамм муки. Вмешиваем постепенно. Теперь вот это вот тесто, не тесто, картофель, не картофель, нужно погружным блендером измельчить. Ну вот, друзья, такая масса у нас с вами получилась. Картофель измельчился. Ну, не в пюре, но измельчился. То есть кляр получился густой, но нам такое нужно. Это еще не все. Теперь нужно добавить специи, то есть соль и черный перец. Добавляем по вкусу. Картошку мы с вами солили. То есть пол чайной ложки соли я уже добавляла, но мы же слили воду. Поэтому наверняка нужно добавить соль. Для этого нужно пробовать. Я добавила еще чайную ложку соли. Ну вот, друзья, кляр готов. Можно жарить отбивные. Ставим сковородку на плиту, нагреваем ее. На разогретую сковороду наливаем пару столовых ложек подсолнечного масла. И дальше поступаем следующим образом. Берем кусочек мяса. На него сверху кладем столовую ложку нашего кляра. Вот так вот аккуратненько распределяем по кусочку. Затем берем этот кусочек. И кляром вниз выкладываем на сковороду. Сковорода у меня нагревалась на среднем огне. И жарить мы будем тоже на среднем огне. И теперь сверху на каждый кусочек кладем столовую ложку кляра. Распределяем ровненько. Накрываем крышкой. И таким образом на среднем огне, у меня это шестерка, минутки 4-5 жарим до золотистой корочки. Затем перевернем отбивные. Переворачиваем. И жарим еще 4 или 5 минут уже на открытой сковороде. Если вы в этом блюде используете куриное филе, то накрывать крышкой не обязательно. Ну вот, друзья, я нажарила все наши отбивные в картофельном кляре. Отбивные из свинины. Я специально уточняю, что они из свинины, потому что, как я уже говорила, если они из курицы или индейки, не обязательно накрывать сковороду крышкой. И гарнир, и отбивная. Все, как говорится, в одном флаконе. Интересное блюдо. Вкус тоже неплохой. Очень даже неплохой. У кляры выражено чесночный вкус. Если вы так не любите, не добавляйте чеснок. Я желаю вам приятного аппетита! Друзья, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Я буду очень рада. Я желаю всем здоровья, счастья. До встречи на моем канале!